Проиграли 3-0, удручены результатом, понимаем где мы допустили ошибки, будем разбираться. Прекратил гости нового тренера и готов дать вам шанс. Как вы прокомментируете данного вопроса? Спасибо вам большое за вопрос. Можно я, с вашего позволения, не буду комментировать, потому что я не владею вообще никакой информацией и тем более то, что сейчас произошло на поле, оно лично меня шокировало. Какие у клуба планы, я не знаю, это не мои компетенции. Мы работаем, если честно, я вообще об этом не думаю. Сараташ Владимирович, Московская правда, добрый вечер, если позволите, 3 коротких вопроса. Первый вопрос. Как вам новая схема розыгрыша клубка конкретно вам и конкретно вашей команде? Это больше плюс или минус? Хороший вопрос. Нам нравится, это больше плюс. Спасибо. Второй вопрос. Вы, конечно, простите, мы тут в Москве далеко от вашего Воронежа. Все-таки хотелось бы с ваших уст услышать, почему клуб расстался с Василенко. Спасибо. Давайте я отвечу на ваш вопрос. Вы спросили, насколько я владею информацией, да? Но я уже говорил, я повторюсь, все очень просто. Олег Петрович и футбольный клуб «Факел» приняли решение обоюдно прекратить сотрудничество. На собрании Роман Гурамович и Олег Петрович пожали руки и расстались в теплой, дружеской обстановке. Это то, что знаю я, то, что я видел. Разговаривая лично с Олегом Петровичем, он мне, в принципе, то же самое сказал. Говорит, Дим, мы расстались, все хорошо, проблем никаких нет, все профессионально. И я как понял, что все довольны были приняты этим решением. Все. Последний вопрос, если позволите, конкретно по этой игре и конкретно к вам, к тренеру по этой игре. Воронеж славится своим стадионом, своими болельщиками, своей атмосферой. В Москву приехало довольно много ваших болельщиков, но вы простите, один удар в створ ворот. Что вы скажете своим болельщикам? Спасибо. Да, хороший вопрос. Это, естественно, вопрос ко мне. Он непосредственно касается моего управления командой. Сегодня нам стыдно. Стыдно мне перед болельщиками. Я прошу у них прощения за безволие, которое было на поле. Это моя вина, естественно, потому что я не смог достучаться до игроков, не смог убедить их в том, что ни одна схема не работает. Он говорит, если нет желания, страсти, самоотдачи, что футбол это не праздник для нас. Футбол это жизнь. И чтобы чего-то добиться в этой жизни, нужно очень много работать и сильно стараться. Еще раз я прошу прощения у всех болельщиков, которые приехали сюда, нас поддержать и те, кто смотрели матч по телевизору. Лично мне стыдно. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы сказали, что ни одна схема не работает применительно к своей команде. Насколько вас удивилась сегодняшняя схема Спартака? Здесь при Аббаскале Спартак впервые сыграл в три центральных защитника. Стало ли для вас это своего рода камни проявления? Спасибо. Хороший вопрос. Спасибо большое. На самом деле для нас это не стало неожиданностью, потому что мы уже даже на разминке понимали, что Спартак будет играть в три центральных защитника. И мы всегда готовы, если вдруг соперник меняет схему. Я не думаю, что сейчас именно расположение игроков Спартака на поле сыграло ключевую роль. Проблема в нас, потому что мы понимаем свои возможности хорошо и понимаем силу Спартака, их не индивидуальные возможности. Спартак очень крутая команда, но еще раз повторю, проблема у нас сегодня была.